Дорогой друг Петушок И бобовое зернышко Да? Да Страница Сто Символично Сто Ты не делай вот так Почему? Она моя книжка сама Нет, ну же Адоба, да? Так, у нас Это мы уже прочитали Ага Все, как начнем Так, петушок И бобовое зернышко А для тех, кто только что Пришел в эфир, мы читаем сказки Поэтому Приготовьтесь Надо будет внимательно слушать Петушок И бобовое зернышко Па-па Па-па-па-па-па-па Жил-был Жил-был петушок И курочка Ну как бы так Не затейливая начало А петушок все Торопился Все торопился А курочка, знаешь, тебе приговаривает Петя, не торопись Петя, не торопись Петя, ты куда пошел Петя, не торопись Петя, 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 Петя Петя Петя, не торопись Петя, не торопись! Дедушка расшит воспоминания на крови. Клевал петушок бобовые зернышки. Клевал, клевал, клевал и не слушал, что ему говорит курочка. И подавился бобовым зернышком. А я говорю похлопай. И подавился, не дышит, не слышит, словно мертвый лежит. Такой дохленьким прикинулся. Давай еще раз дохленьким. И дохленьким. Ты туда работай, я-то видел. Дохленьким лежит. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке и кричит. А та ее, главное, понимает. И скажет. Ну, говорит хозяйка, давай скорее, а, маслица, петушку горлышко смазать. Подавился петушок бобовым зернышком. Представляете бобовое зернышко. Я скажу. Бобовое зернышко. Покажи, какого размера. Вот. Вот такого размера бобовое зернышко. И, собственно говоря, Петя у нас такой. Ай. Ай. Вот так вот. Вот такое маленькое зернышко. А, зернышко такое, у Пети глотка такая. Но все равно застряла, разбухла. Хозяюшка говорит. Беги коровушке, принеси у нее молока. А я уже собью маслица. Нет, ну это, конечно, скорая помощь. Конечно. Это значит, сначала корове. Потом она будет делать маслица. А в это время синюшный петушок уже, как говорится, увидит тоннельчик и что-то светлое в конце его мерещится. Мерещится. Ха-ха-ха-ха. Это не поезд, если что. Значит, бросилась курочка корове. Коровушка, голубушка, дай скорее молока. Из молока хозяюшку собьет маслица. Маслица смажет петушку горлышком. А то подавился петушок бобовым зернышком. Это же представляете? Это пока все выговоришь. Нет. Это же просто... Нет, ты помнишь про... Да нюда, канюда, мапиранюда, хиратанюда, хиток, хиток, хиганок, хорет, эмонибет, хорет, инкомет. Цегорика, цегорика, цёнь, ца, тропицуни. Нагапицуни. А я мозг, каус, маус, маасхуна, масякуна. Янанджаус, хинзада. Вот, та же самая история. Вот что? Вот, вот. С ребенком делают японские сказки. Да. Вот. И не успели ведь в том варианте. А здесь же точно такая же история. Ну, продолжаем. Ступай скорее к хозяину. Нормальная корова, да? Корова нормальная, да? Тут говорят. Срочно! Вот, 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 вот. Петушок вот так. А вот в этот момент он говорит. Вместо того, чтобы быстро отреагировать. Что делает корова у нас? Корова у нас говорит. Иди, говорит, к хозяину. Нормальная корова? Нет, чтобы сказать просто... Нет, чтобы сказать. Нате. Нате. Она что нам говорит? Скорее к хозяину. Пусть он принесет мне свежей травы. То есть корова. Обратите внимание. Иллюстрация. Корова пасется на лугу. Но не гугу. То есть нужен хозяин. На. Нужен хозяин. Чтобы... Это значит обленившийся... Лерона, аккуратно. Обленившийся животинка нагнуть свою шею не может, ибо колокольчик звенит. И это раздражает, соответственно, пронокопытное существо. Значит, нарвите травы, положьте... Не шуми. Не шуми. Положьте в ротик, прожуйте, дерните за хвостик, оно и проглотится. Нет. А ситуация это help. Ситуация SOS. У нас, между прочим, на первой странице мы еще поняли, что петушок, обратите внимание, в очень болезном состоянии. Да. Подавился. Двигаемся дальше. Пошла курочка. Причем, представляете, все происходит на ферме. Все на ферме происходит ежесекундные секунды. Доктор Хаус, как говорится, там с ума высошел. С такими методами. Подожди. Эй, дед. Так, собери. Ты выпадаешь из кадра. Так. И вот бежит курочка к хозяину. К percenter к occupational節. К percenter к thumbs up. Ну давай, давай, давай. К ба 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 га ба 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 на бай ба 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 ба! Это она ему говорит. Перевожу. Транскetрт,нblade trahanse fungi Вы помогает. Хозяин хует... Хозяин, дай скорее... Она тоже порезала, она убежала. прибежал от корова оттуда с дальнего луга бежал из того поля это травы она просто не а он понимает в этот момент хозяин неторопливо в состоянии что а что а я еще раз повторяй повторяй не хотела нас спасать видимо а может очень хотят и собственно говоря хозяин берет беги скорее кузнецу за косой то есть как бы вот в принципе в принципе они уже уже потеряли они собственно вечером они имеют что они у нас вечером имеют петушиную вкусняшку на столе в итоге то как бы иначе пропадет петушка но он еще как бы а вы собственно говоря курочка пройдите кузнецу нормально кузнецу и пусть он там значит что он идет за косой это значит еще какую-то косую я думаю косой в смысле а это коса не спи померзнуть значит он за косой попал это такая штука которая траву косят подождите секунду со всех ног бросилась курочка кузнецу и говорит ему кузнец кузнец дай скорее хозяину хорошую косу хорошую хозяин даст корову даст корову даст корову даст молока хозяйка даст мне маслица я масленицу петушку эта масленица если ее сажать что она этим окончится на что собственно говоря собственно говоря кузнец дает такие козу хотя ведь козу оговорочка по фрейдизм ведь кузнец на самом деле это дает косу подумайте да а ведь мог сказать а сходи-ка в чулан принеси ко мне чё правильно точила буду косу точить и тогда петушок просто бы сам пришел но сказка это сказка дает косу и побежала значит она и цепочка пошла дает даст ему собственно косу то травы нагнулся в эту кого коровятину коровятина проживала все это прошло по внутреннему тракту она неторопливо дошла до хозяйки хозяйка вцепилась в имя та говорит ну что она не знаю та попрыгала немножко и в молоко сметана сметана в горло читаем дальше сметана смазала сметана сметана диоптерию да да масло это масло это и все это в маслице в маслице и ему значит вот так вот в горло такой масло и протолкнули засор ну выражаясь профессиональным языком сантехников протолкнули засор из горла ну чё ты творишь ну чё я с тобой не буду играть ну чё я с тобой буду играть ну рассказывай тогда давай все протолкнули да финал красиво делаем все изъел смотри все другая у дедушка аж это так 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 никогда не взмущался это же по сути смотрите в сказках заложена вся система бюрократического аппарата вздумайтесь это да вся система ребенок уснул он этого не знает но на подсознание сразу система этому подай этому принесли тут подмашь оно и пройдет а и в общем прошло прошло оно туда бабло зернышко нас прошкочила петушок вскочил и во все горло как закричит мы репетировали крик петуха мы репетировали давай еще раз и как закричит после контузии с этой стороны все равно ну и третий раз как закричит и когда звук вам вернется вы собственно говоря сможете сможете понять что в сказке как говорится ложь да в ней намек добрым молодцам урок если что имейте при себе маслица пригодится в любой момент и что как говорится что могла сказать курочка еще разок не торопитесь не торопитесь иначе причинно-следственная связь может оказаться гораздо больше и вам уже не успеть ни к кузнецу ни к его как говорится помощнику не успеть и поэтому на этой оптимистической ноте мы простимся с одними операторскими нашими ну скажи дедушка уже заболтался в общем прощаемся мы с одной камерой отключаемся ну давай ты там стол то поел уже давай приготовились и чмоки чмоки споки ноки давай еще раз вместе чмоки чмоки споки и и и и и и